здравствуйте ребята я рада вновь приветствовать вас на уроке музыки мы начинаем новый раздел искусство в этом разделе ты узнаешь о происхождении казахской музыки что общего у музыки и живописи познакомишься с музыкальными терминами ансамбль оркестр дирижер урок 17 музыкальное искусство сегодня на уроке ты услышишь легенду о происхождении казахской музыки узнаешь кто такие аквины и что такое айтыс ребята а сейчас поставьте видео на паузу откройте рабочую тетрадь по музыке запишите число и тему нашего урока казахское музыкальное искусство уходит своими корнями в далекое прошлое о происхождении музыки повествует старинная легенда когда-то давным-давно в незапамятные времена люди не знали что такое стих и музыка а что за жизнь без складной речи и льющихся звуков скучная и однообразная без улыбок смеха и радости люди ходили мрачнее тучи тяготила их сердце злая тревога и немая тоска ведь не могли они спеть песню чтобы рассеять все печали и невзгоды потому что в те далекие времена песня была далеко от земли она жила где-то высоко в белых и пушистых облаках среди бескрайнего синего неба но однажды это прекрасная чарующая таинственная и могущественная птица песня решила покинуть свой небесный дом и отправиться в свой первый полет над землей иногда она летела очень низко над землей так что чувствовала ароматы полевых трав а иногда взмывала к небесам ласково играя снежными порывами ветра а то и совсем терялась в синих высотах утопая в кудрявых облаках тех местах где песня летела низко люди слышали ее запоминали незнакомые но такие близкие сердцу напевы и повторяли их чтобы сохранить в своей памяти навечно там где она пролетала повыше народы смогли запомнить лишь малую часть ее волшебной музыки а люди над которыми песня промчалась совсем высоко так и не узнали что такое песня и музыка говорят что казахскому народу повезло так как чудесная птица долго кружила над ним задевая крылом цветущие степи поэтому у нас такая богатая музыкальная культура и так много замечательных певцов музыкантов и окна особое место в казахской музыке занимают акыны акын это народный певец тот кто читает нараспев собственные стихи под звуки дамбры или кабыза считается что настоящая акын всегда поет только свои песни и рассказывает миру об историях случившееся в мире однажды с ним или с кем-то другим акын это всегда импровизатор и даже самый внимательный слушатель не сходу догадается о чем будет новая история и в какие неведомые дали унесет его песня река акынов можно было встретить на народных гуляниях там же на праздниках стали устраиваться и своего рода состязания акынов которых выясняли кто же лучше и быстрее может сочинить и спеть песню такие соревнования получили название айтыс собравшись вместе акыны забавляли народ поочередно пытаясь высмеять друг друга и надо сказать во время этих соревнований рождались очень хорошие песни ребята давайте запишем в рабочей тетради акын народный певец который умеет сочинять и исполнять песни под дамбру айтыс песенно-поэтическое соревнование акынов а сейчас ребята я вам предлагаю вспомнить и спеть песню которую мы с вами разучивали на одном из прошлых уроков утро начинается утро начинается начинается город улыбается улыбается открываются окошки выбегая на дорожки громко хлопая в ладошки запели звонко дети раз два солнце три четыре пять выходи играть выходи играть вместе с нами выходи играть здравствуй солнце солнце поднимается поднимается детство продолжается продолжается всюду радостные лица вместе будем веселиться с целым миром подружиться поможет эта песня раз два детства три четыре пять выходи играть выходи играть вместе с нами выходи играть здравствуй детство сегодня на уроке ребята мы с вами познакомились с красивой старинной легендой которая рассказывает о происхождении казахской музыки узнали кто такие акины и что такое айтыс домашнее задание еще раз послушайте легенду о происхождении музыки и нарисуйте как вы себе представляете волшебную птицу музыку на этом наш урок окончен до свидания ребята а а а а Субтитры подогнал «Симон»